Привет, друзья! С вами Михаил Маркелов. Это «Преступление и наказание». Но сегодня будет один эпизод, потому что идет грибной сезон, а значит новость, которую расскажу, актуальна. Дело в том, что саровская пенсионерка заблудилась в лесу Подтемниковым. Как сообщает республиканская МВД, женщина вместе с дочерью и зятем, ну то есть и семьей, приехали в лес Темниковского района за грибами. Они настолько увлеклись, что разбрелись в разные стороны. Через некоторое время дочь стала звать маму, но ответа не услышала. Звонить на телефон родительницы тоже было бесполезно, связи не было. Пришлось звонить в единую диспетчерскую службу. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные группы и волонтеры, в том числе и Сарова. Им предстояло проверить более 25 квадратных километров. Поиски усугублялись начавшимся ливнем и градом. Тогда сотрудники полиции включили проблесковый маячок и звуковой сигнал на служебном авто. И именно это, как рассказала потом пенсионерка, помогло ей выйти на дорогу. Ну, хэппи-энд, слава богу. Сейчас я вам не буду рассказывать, с какой стороны в лесу растет мох и как ориентироваться по солнцу. Но вот действительно простые и эффективные вещи расскажу. Во-первых, предупредите родных о том, куда вы направляетесь и когда собираетесь вернуться обратно. Возьмите с собой все необходимое, все самое прям. Это заряженный мобильный телефон, спички, нож, средства от насекомых, компас. Обязательно берите перекус. Воду и пару бутербродов, шоколадку, например. Это не для того, чтобы вас не постигла голодная смерть, а чтобы, если у вас резко начал падать сахар, вы могли бы вовремя поднять уровень. Знаете, с возрастом, особенно на свежем воздухе в лесу, это очень актуально. Это же правило касается лекарств, которые вы должны регулярно принимать. По одежде. Обязательно наденьте головной убор, длинные брюки, рубаху с длинным рукавом. Это банальная защита от клещей и других насекомых. Удобную обувь, ну, резиновые сапоги можно. Одежда должна быть яркой, чтобы в случае поисков вас смогли легко заметить в лесу. Вопреки моде на камуфляж, ну, хотя бы накиньте поверх яркий оранжевый жилет, например. Если все же вы заблудились, необходимо следовать следующим правилам. Во-первых, успокойтесь. Паника в этой ситуации злейший враг. Попробуйте связаться с родственниками, близкими или друзьями. Поэтапно вспомните, где и как вы ходили. Внимательно прислушайтесь к звукам. Если вы услышали звуки, свидетельствующие о близости людей, ну, не надо идти на них, там, бежать, торопиться. Несколько раз проверьте направление. Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит вас найти спутником. Ну, лес. Сделайте несколько попыток движения в разные стороны. Двигайтесь в одном направлении около 15 минут. Не заметили знакомых предметов? Возвращайтесь назад в исходную точку и повторяйте процедуры. Попробуйте найти поблизости высокое место или взобраться на дерево. Возможно, с высоты вы увидите ближайшую дорогу. При движении берегите ноги. Избегайте буреломов. Если найдете лесную тропинку или просеку, не отдаляйтесь от нее, куда-нибудь обязательно выйдете. Если вам не удалось выбраться из леса. Так или иначе, через какое-то время ваши близкие начнут бить тревогу. Значит, ваша задача продержаться до того времени, когда вас найдут, а по возможности и помочь найти вас. Для этого оставляйте следы вашего пребывания, оставляя на ветке фантик от конфетки, яркую ленту или придумайте из камней подручных материалов. Стрелку сделайте или что-нибудь напишите. Так или иначе, давайте пожалеем нервы и терпений наших близких. Будем выполнять эти простые инструкции. Не будем теряться в лесу, друзья.